Глава 34. Кризис. 2003 год. Ариэль Шарон легко выиграл выборы. Потом он предложил мне должность министра финансов. Это было шоком. Никто не хотел приближаться к Министерству финансов, потому что в 2003 году Израиль переживал самый глубокий финансовый кризис за последние десятилетия. Учитывая вызов, связанный с ужасным беспорядком, мне нужно было серьезно подумать, прежде чем дать ответ. Террористические атаки Второй палестинской интифады и крах доткомов, интернет-компаний, примечания переводчика, сделали свое дело. Два года подряд рост был отрицательным, безработица резко возросла, а средняя заработная плата упала на ошеломляющие 6% в 2002 году. Иностранные инвестиции быстро иссякли. Управляющий Центральным банком Израиля доктор Давид Кляйн предупредил о надвигающемся крахе крупного банка, который может обрушить всю банковскую систему. Сбережения миллионов граждан оказались под угрозой. Израильтяне быстро теряли работу, средства к существованию и уровень жизни. Предыдущее правительство испробовало различные средства, чтобы остановить кровотечение, но ни одно не сработало. Оно провело налоговую реформу, но ее основные положения были рассчитаны далеко на будущее и не привели к желаемому росту, чтобы сократить раздувающийся дефицит. В результате высокого бюджетного дефицита Центральный банк Израиля также поднял основную процентную ставку выше 11%, тем самым задушив малый и средний бизнес, которые рушились в массовом порядке. В июне 2002 года государству Израиль грозило банкротство. «Мы все понимали, что ситуация напоминает то, что произошло в Южной Корее и на Филиппинах. Резкое падение стоимости местной валюты». «Общественность не знала об этом, потому что это было секретным делом. Переговоры между премьер-министром, министром финансов и управляющим Центрального банка держались в секрете. «Мы не хотели, чтобы кто-то знал об этом», — сообщил Давид Кляйн. «Хотя я тоже не знал об этих тайных дискуссиях, я мог ясно видеть, что правительство прилагает большие усилия для ограничения расходов. Но хотя это и необходимо для предотвращения коллапса экономики, сокращение расходов само по себе не приведет к экономическому росту, а без такого роста экономика продолжала бы деградировать. В разгар этого экономического коллапса неожиданное предложение Шарона занять пост в Министерстве финансов было немедленно расценено всеми как политический мастерский ход. «Если бы я был достаточно безрассуден, чтобы взяться за эту работу», — говорили эксперты, «я, скорее всего, потерпел бы неудачу, тем самым убрав со сцены главного соперника Шарона за будущее руководство страной. И если по какой-то иронии судьбы мне это удастся, я спасу правительство Шарона и позволю ему присвоить себе мои заслуги». Шарон был проницателен и остроумен, с острым чувством юмора, которое он часто использовал, чтобы принизить своих соперников. Давно подвергшись астракизму со стороны левых, он позже наслаждался своей политической реабилитацией в левых кругах после своего решения уйти из газы в 2005 году. «Я подозреваю, что в глубине души он никогда не чувствовал себя по-настоящему комфортно в их объятиях, и его мучила совесть». Проницательный знаток характера. Он полагал, что, как его министр финансов, я буду искренне поглощен реформированием израильской экономики и не буду заниматься политическими уловками против него. «Вероятно, предполагая, что я либо спасу экономику, либо совершу политическое самоубийство, он позволил бы мне осуществить самые антипопулистские экономические меры в истории Израиля, если бы я захотел это сделать. Политически это могло бы меня уничтожить. Борись за то, чтобы остаться на посту министра иностранных дел или возьмить другое министерство, любое министерство», говорили друзья и советники. «Но не бери финансы. Так ты не поставишь под угрозу свои шансы когда-нибудь вернуться на пост премьер-министра». Мудрый политик, рассчитывающий шансы, не согласился бы взяться за это. Скорее всего, взявшийся, пойдет ко дну вместе с экономикой. Любая попытка остановить сползание вниз потребует еще более жестких мер, чем уже принятые, и это может серьезно подорвать мою популярность среди избирателей. Многие судьбоносные решения в моей жизни были решены короткими импульсами самоанализа. Так же и сейчас, тем более, что у меня было всего несколько часов, чтобы принять решение. Если бы я стал министром финансов, то сильно бы поставил под угрозу свои шансы вернуться на пост премьер-министра. Но почему я вообще хотел вернуться? Чтобы преобразовать и модернизировать израильскую экономику и чтобы бороться с усилиями Ирана по разработке ядерного оружия. Если бы я мог попытаться достичь первой цели, разве этого мало? Если израильская политика и жестче большинства других, то она и более непостоянна. Неожиданных потрясений предостаточно. Кто может сказать, что готовит будущее? Почему бы сегодня не воспользоваться этой возможностью перестроить экономику, возможностью, которая появилась именно благодаря глубине кризиса, в котором мы находились? Я решил принять предложение Шарона. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...